Волна негодования, смешанная с отчаянием. Так кировские активисты отреагировали на снос дома по улице Герцена 30. По мнению общественников, здание представляло историческую ценность. Были интересанты на восстановление дома. Активисты подали заявление, чтобы здание признали объектом культурного наследия. Но вместо этого дом снесли. Как так вышло и почему это не последнее здание под снос? Тему продолжит Александр Бушмакин. Это невосполнимая утрата, потому что таких домов уже не будет никогда. Активист Василий Таганов с сожалением и болью смотрит на дом по улице Герцена 30. А точнее на то, что от него осталось. Здание 1906 года постройки. Его историческая ценность, по мнению градозащитника, сразу в двух видах вятских наличников. Лепных и резных. Таких больше в городе нет. И, похоже, не будет. С грустью заключает Василий Таганов. Объектом культурного наследия дом не значится, хотя активисты старались его защитить этим статусом. Мы подавали заявление еще в начале этого года в управление по охране объекта культурного наследия Кировской области. И, как обычно это делается, должны были снос отложить хотя бы на три месяца на рассмотрение этого документа. Но по каким-то причинам этого не произошло. И нам обещали, что вроде как снос отложат, но его начали сносить, никого не предупредив, никому не сказав. А снесли дом по решению суда. Об этом рассказали в администрации города. Его снос был запланирован еще на 2023 год, так как дом признан аварийным. Ситуацию осложнял тот факт, что часть дома в собственности города, а часть в частных руках. Администрация Кирова обращалась в суд за изъятием жилого помещения. Суд отказал. Дольщик подал встречный иск о сносе дома. После всех разбирательств судья обязал администрацию снести дом. Но по мнению активных горожан, здание можно было сохранить. Было бы желание. Желание сохранить дом, в принципе, здесь отсутствует. Все можно было сделать. Город обязан защищать свое историческое прошлое. Просто обязан. Иначе зачем это все? Когда активисты пытаются от власти защитить историческое наследие, это вообще какой-то нонсенс. А ведь в администрации обещали сохранить объект. Говорят неравнодушные кировчане. В январе этого года в программе «Главный ЗА» глава администрации Вячеслав Симаков озвучил планы по дому на Герцена-30. Мы сейчас рассматриваем как раз сохранение этого дома. То есть мы сейчас, наверное, отменим документ о его сносе. Еще раз проговорим со всеми заинтересованными лицами. И, скорее всего, проведем оценку и выставим это здание на торги. Но планам не суждено было сбыться. Юридические моменты внесли свои коррективы. Говорит Вячеслав Симаков. Рассматривался вариант пересмотра судебного решения, но, к сожалению, юридических оснований для этого не возникло. Потому что, я уже говорил, вашим коллегам у нас появляется очень много специалистов, урбанистов, которые уверенно заявляют о том, что такие-то варианты возможны. И, честно говоря, думал, что действительно так и есть. И почему я тогда озвучил вот это мнение. Но впоследствии, проведя все консультации, в общем, других вариантов у нас не было. Год назад дом выглядел вот так. Наша съемочная группа поинтересовалась у прохожих, а нужен ли был такой дом. Я считаю, что нужно было сносить. Почему? Потому что он не вписывается в архитектуру данного района. Нормально все было. Год назад он выглядел вот так вот. Как вы считаете, нужно ли было сносить такой дом? Да, я считаю, что да. А почему? Ну, он выглядит непрезентабельно совершенно. Василий Таганов в интервью рассказал, активисты уже были согласны на снос. Вот только наличники бы сохранить. Все снять до сноса у хранителей истории не получилось. Как-то быстро все произошло. Доставали из-под завалов. В свою очередь в администрации предлагали снять ценные декоративные элементы с дома еще год назад, говорит Вячеслав Семаков. Тем не менее, дом на Герцена 30 – все. Но так или иначе, активисты готовы бороться за сохранность других подобных зданий в Кирове. Ведь это наша история, добавляет градозащитник. Александр Бушмакин, Алексей Стахеев. Бюро новостей. Давиджа. Александр Бушмакин, Алексей Стахеев.